итак всем привет сегодня будет опять двойной обзор в этот раз магазин хэвангивст прислал мне два атомайзера это ЭКО РДА и ЭКО 12 РТА разделять их на два видео нет смысла поэтому я решил все объединить я думаю времени хватит оба эти атомайзера от одного производителя это дочерняя компания от Айджоя компания Асикпэт итак поставляются девайсы вот в таких коробках начнем наверное с бака тут меньше показывать и рассказывать бак ЭКО 12 диаметром 28 миллиметров вместительность 6,5 миллилитра жидкости опционально можно докупить испаритель на 0,12 Ом на 0,11 Ом и также обслуживанную базу на упаковке изображен сам бак написано компания Асикпэт и модель бака ЭКО 12 на коробке присутствует скрычка для проверки подлинности и перечислены характеристики и что идет в комплекте также есть обозначение цвета всего их доступно три в моем случае черный в комплекте идет сам бак внутри уже установлен необслуживаемый испаритель на 12 спиралей запасное стекло еще один испаритель на 0,15 Ом здесь у нас уже просто параллелька и набора рингов переходник под 510 дриптип и вот такой оранжевый вейбенд теперь рассмотрим бак поближе по конструктиву он ничем не отличается от конкурентов выполнено все достаточно качественно покрытие даже похоже на воронение то есть выглядит все достойно и надежно все резьбы крутятся отлично никаких косяков производства не выявлено вверху у нас 810 дриптип в стоке он сразу идет такой цветной держится на двух оренах кольцо регулировки воздуха ходит плавно и с небольшим усилием фиксации здесь нету она ходит по кругу внизу все стандартно реализована здесь верхняя заправка как в принципе везде ничего нового вы здесь не увидите то есть обычный бак по конструктиву особо ничем не отличается на сегодняшний день разберем принципе разбирается тоже все просто как везде внутри мы имеем огромный испаритель на какого производителя похож дай на испаритель вы также понимаете на нем написано сопротивление 012 ом и возможность использования от 60 до 350 ватт на 60 ваттах естественно эффекта 0 то есть он начинает работать ну от 150 ватт скажем так максимально я поднимался до 250 и даже этого же вполне достаточно даже более чем в принципе по баку все понятно можно переходить к дрипке и так это RDA диаметр этой дрипки 24 миллиметра реализованы два вида обдува нижней и боковой стойки имеет 6 винтов для крепления спиралей что дает большое подлить для творчества поставляется дрипка в такой оранжевой коробке также как и бак на лицевой части написано компания сикпэт и эко рда танк также имеется скречку для проверки подлинности и на этой стороне изображены варианты установки спирали в комплекте идет сама дрипка черная крестовая отвертка и зипсорингами ваткой винтиками и готовыми клептонами дрипка мне досталась также черного цвета внешне это дрипка очень нравится выполнено все также аккуратно и по качеству замечаний не было внизу у нас все стандартно кольцо регулировки воздуха ходит очень туго но тем не менее это не спасает от конденсата но об этом чуть позже верхняя часть с регулировкой бокового обдува тоже ходит плотненько фиксации нет ни там ни там то есть все это ходит по кругу на кольце имеются вот такие выступы и на тупкепе тоже для удобства использования разбирается дрипка на несколько частей снимается кольцо поставим его сразу назад снимается верхняя часть и потом уже основной купол оринги здесь очень плотные держится все очень хорошо внутри сферическая обработка как вы видите покрытие мне кажется что это все таки воронения или просто очень качественная покраска внутри мы видим вот такие необычные стойки и 6 винтов как я и говорил по два сверху и по одному внизу нижний обдув такой же как в цунами получается здесь можно использовать оба обдува одновременно если вы к примеру установили 4 спирали это будет удобно или каждый обдув в отдельности или только боковой или только нижней то есть кому как удобно у меня здесь установлены два трипл фьюза на мой взгляд это одни из самых вкусных спиралей но это слабо лично по конструктиву я думаю все понятно теперь можно поговорить в общем о двух атомайзерах я выскажу свое мнение теперь можно подытожить ощущение от использования этих атомайзеров начну наверно с бака потому что тут особо говорить о не о чем просто не обслужки очень плохо что нет в комплекте обслуживаемой базы ее придется докупить отдельно подобными девайсами китайские производители пытаются как-то обосновать и вообще наличие 300 400 ватт в модах потому что далеко не каждый использует всю эту мощность и начали появляться уже подобные атомайзеры сейчас у меня установлен испаритель на 012 ом и можно его использовать до 350 ватт но опять же 350 ватт это я не знаю зачем столько использовать потому что даже на 250 уже просто задыхаешься то есть 200 это потолок причем написано на испарителе что можно его использовать от 60 ватт но на 60 ваттах он никак не реагирует то есть минимально он более-менее начинает парить со 100 ватт вот сейчас я поставил 200 ватт этого уже просто ну за глаза можно даже поставить меньше зачем здесь 350 ну я не знаю теперь на 150 уже в принципе чуть чуть даже не хватает то есть где-то нужно посередине там 175 ватт будет самый раз при этом готовьте сразу ведро жидкости и рюкзак аккумулятора в общем целесообразность использования данного бака ну лично для меня ноль это разве что школьникам в кругу друзей просто повыделываться попускать мега облака и при этом не переживать за свое здоровье что еще могу добавить по баку в клоузапе я говорил что диаметр этого бака 28 миллиметров но 28 миллиметров это только вот в области стекла здесь идет на расширение сама площадка здесь на 25 миллиметров в руках у меня кубой этап и здесь бак становится без зазоров теперь плавно переходим к дрипте здесь гораздо все интереснее это дрипка хорошо подойдет любителям использовать 4 спирали я таким пользователем не являюсь я использую максимум две спирали и поэтому мне а боковой обдув всегда закрыт открыт только нижний это его можно прикрутить потому что тяга очень свободно в первую очередь что мне понравилось в этой дрипке это ее дизайн сделана она очень качественно и на мой взгляд она очень красивая и в связке с черным модом выглядит все очень гармонично и аккуратно единственным недостатком данной дрипке на мой взгляд это конденсат который скапливается под кольцом регулировки подачи воздуха здесь его очень много и придется регулярно откручивать дрипку и протирать все чтобы не заливать коннектор во всем остальном она очень удобная и очень хорошо передает вкус в принципе ее можно назвать вкусовой ссылки на оба девайса будут как всегда в описании кому интересно переходим смотрим принципе мне добавить больше нечего кому понравилось видео ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на мой канал вступайте в группу вконтакте до встречи в эфире